Противостояние коммунистов и патриотов России в преддверии сентябрьских выборов продолжает набирать обороты. Региональный лидер последних Андрей Питков в своем блоге на интернет-ресурсе «Бизнес. Новости. Коми» продолжил заочный диалог с уже бывшим руководителем регионального отделения КПРФ Вячеславом Шулеповым и разместил обращение председателю госсовета Игорю Ковзелю с просьбой оценить эффективность деятельности постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Государственном совете Коми. Из-за чего весь сыр-бор выясняла Наталья Литкевич. Черное окошко пробежало между двумя партийными боссами в апреле. Патриотов России заинтересовала работа комиссии по вопросам ЖКХ при госсовете с обращениями жителей Коми. Вернее, полное, по мнению лидера партии Андрея Питкова, отсутствие этой самой работы. Основанием для столь резкого вывода стали многочисленные письма жителей Сатывдинского района. Люди неоднократно жаловались на то, что все их заявления председатель этой самой комиссии и по совместительству лидер региональных коммунистов Вячеслав Шулейбов попросту игнорирует. Самой больной на тот момент стала ситуация с водоснабжением в Зеленце. Горячую воду местные власти собирались отключить аж на 4 месяца для ремонта. Причем ситуация повторялась последние 10 лет. Котлы действительно, три срока водности, они прошли уже свой ресурс. Чтобы не было коллапсов, как, например, под Ухтой был в водном, нам нужно определенные технические, провести технические ремонтные работы. И нам нужно в этом году действительно еще вкладываться и вкладываться. Химочистку провести всю, внутри всю сажу там или накипь, это нужно убрать. Это время, это химическая очистка. После нее опять будет проходить опрессовка, выдержат ли котлы. Мы надеемся, что они выдержат. Своё мнение о работе комиссии Питков высказал на сайте интернет-издания «Бизнес-новости Коми». И тут же перешел от слова к делу. В итоге горячую воду отключили вместо 25 мая, 15 июня. И пришло письмо с прокуратуры Сыктывинского района на адрес политической партии Патриота России, что воду будут отключать на 14 дней, как того требуют регламенты законодательства. После этого отключат. Соответственно, завтра 30 число, завтра должны, послезавтра, 1 числа должны включить воду горячую в Зеленце. К радости зеленчан в селе вскоре появится и новая модульная котельная. Она будет возведена в рамках государственно-частного партнерства. Однако вместо «Спасибо за помощь» коммунист Шулепов обвинил лидера патриотов в оскорблении чести, достоинства и деловой репутации. Видимо, бездействие председателя комиссии по ЖКХ на его деловой репутации, ну никак не сказывается. Андрей Питков, в свою очередь, разразился очередной интернет-статьей. А на днях и вовсе обратился к председателю госсовета с просьбой оценить эффективность работы постоянной комиссии. Мы хотели заставить работать комиссию по ЖКХ. Непосредственно заниматься своими обязанностями рассмотрения вопросов, обращения граждан, решения вопросов, какие они там регламенты писают, законодательно, чтобы подтвердили все это. Ну, чтобы просто заставить их работать. Лидера патриотов неожиданно поддержали оппоненты. Либерал-демократы, руководитель регионального отделения ЛДПР Михаил Брагин отметил, что бездействие коммуниста Шулепова на посту председателя комиссии по ЖКХ бросает тень на КПРФ. А член фракции Александра Бушуева настаивает, коммунистам сейчас самое время отчитаться о проделанной за последние годы работе. Комиссия эта новая, создана в этом созыве, создана она для решения проблем конкретных людей, но ни в коем случае не для заработной платы определенного человека. Депутатами Госсовета было доверено руководству этой комиссии коммунистам, кого они выбрали, это было их дело, но сегодня есть право спросить, а что было сделано за этот период. Мало того, либерал-демократы настаивают, нужно в законе о политических партиях ввести ответственность для депутатов за свои невыполненные предвыборные обещания и за бездействие. Возможно, эта поправка заставит некоторых народных избранников более ответственно относиться к своим обязанностям.